Уважаемые участники круглого стола, уважаемые коллеги, поскольку сегодняшний круглый стол организован фракцией «Справедливая Россия», как член высшего руководящего органа партии Бюро Президиума Полисовета, хочу сказать, что партия и фракция последовательно проводят свою политику в сфере здравоохранения. Так мы выступаем за доступную бесплатную медицинскую помощь всем гражданам Российской Федерации. Также мы последовательно выступаем за создание действенной, эффективной системы государственного контроля за качеством лекарственных средств. В частности, ваш покорный слуга является не только членом Комитета охраны здоровья Государственной Думы, но и руководителем подкомитета по обращению лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Мы, можно сказать, профессионально занимаемся вопросами законодательного обеспечения государственного контроля качества лекарственных средств. И пользуясь случаем, хотел бы сказать, что завтра мы проводим, Комитет охраны здоровья проводит парламентское слушание на тему законодательного обеспечения государственного контроля качества лекарственных средств. И пользуясь случаем, как я уже сказал, хотел бы пригласить всех принять активное участие в завтрашнем мероприятии. Проблем в этой сфере, конечно, очень много, и они носят системный характер. И когда недавно в Государственной Думе был правительственный част, и с отчетом выступала министра здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, я в своем выступлении от имени фракции «Праведливая Россия» особо подчеркнул, что у нас в стране отсутствует так таковая эффективная система государственного контроля качества лекарственных средств, и это четко проследующее при анализе на каждой стадии обращения лекарственных средств, начиная с регистрации, производства, ввоза, импорта, обращения лекарственных средств. Но мы сегодня рассматриваем конкретные проблемы, проблемы в области биотехнологических лекарственных средств. И, значит, Александр Александрович в своем вступительном слове несколько характеристик этих, в общем-то, новых видов лекарственных рассказал. Я просто хотел рассказать, недавно я встречался с одним представителем иностранной фармацевтической компании у нас в Государственной Думе, по их просьбе, значит, крупным специалистом в области юридического сопровождения и регистрации биофарм-перепаратов. Он очень популярно объяснил принципиальное различие биофарм-перепаратов от химических препаратов. Он взял лист бумаги, оторвал один кусочек и сказал, что вот этот кусочек – это аналог химического вещества. Если сравнить с ним биофарм, то скомкал оставшуюся куб бумаги и сказал, некая объемная скомканная бумага – это и есть аналог биофарм-перепаратов. Вот так вот они отличаются. В нашем законодательстве нет, к сожалению, сегодня четкого определения биофарм-перепаратов и, соответственно, нет особых методов подходов к контролю качества этого вида лекарств. Нам все это предстоит чуть-чуть сделать в ходе своей законодательской работы. В настоящее время Минздрав, правительство Российской Федерации готовят законопроект, вносящее изменения и дополнения, принятый два года назад, 61-й закон об обращении лекарств на средства. И там должно быть обязательно упоминание о биофарм-перепарате. С учетом итогов сегодняшней и завтрашней дискуссии, нам законодательно предстоит поработать, конечно, над этим законопроектом, который внесет правительство, и сегодняшний круглый стол станет определенным этапом под спорьем в нашей законодательской работе. Спасибо.